Добрый день! Посмотрите информационную программу Мы Израиль. Как всегда в начале блок новостей. Энергетические системы Израиля ежедневно отражают множество хакерских атак. Они стали популярной мишенью для хакеров. В итоге у поставщиков энергии накопился большой опыт борьбы с этими нападениями. И нет ничего удивительного в том, что электрическая компания Израиля открывает тренажерный виртуальный центр, где слушатели могут освоить приемы борьбы с возможными атаками. Первыми проявили интерес к занятиям в этом тренажерном зале энергетические компании Южной Африки. Несколько дней назад Израиль получил 9 синих флагов для своих пляжей. Синий флаг – это важный международный стандарт. Их вручает неправительственная организация, учрежденная во Франции около 30 лет назад. Она учитывает качество воды, экологическое образование, информацию для купальщиков и посетителей, уровень безопасности, наличие спасателей, качество туалетов. Пляжи такие должны быть доступны для инвалидов. Голубой флаг вручается на один год, но и в течение года проходят инспекции. На этот раз гордиться тремя пляжами сможет Натания, два других – в Аждоди и Тель-Авиве, по одному – в Герцли, Хайфе и Элате. Вы знаете, что на Храмовой горе в 1904 году было колесо обозрения? Об этом говорит вот такая фотография. Правда, сделана она не в Иерусалиме, а в Сент-Луисе, штат Миссури, на всемирной выставке, которая была посвящена столетию Лаузианы. Почти 20 миллионов посетителей побывали в ее павильонах. Это были временные сооружения, рассчитанные на год или два. Их возводили из смеси гипса и волокон конопли, а закрепляли на деревянной раме. Тогда, почти 100 лет назад, большая группа людей – мусульмане, евреи, христиане – были привезены из Иерусалима в Сент-Луис. Там они, одетые в красочные костюмы, жили и работали. Каждая община в своем сооружении. Следующий раздел – видеохроника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Иерусалимской русской городской библиотеке прошла вторая встреча с филологами, которые представляли кафедру словистики Еврейского университета в Иерусалиме. Разумеется, они говорили о своей работе, о ведущихся и завершенных исследованиях, о своих книгах. Короче говоря, Европа обратился в Иерусалим Сушбатинского. И после… Иерусалим Сушбатинского очень любит тратить деньги. У них много денег они тратят. Они, кстати, на строительство. Ну и так говорят. Вот. Ну, в общем, у них модернное строительство, они что-таки отвалили нам. На какой-то еще. Долго. И можно сказать, что мы победили. Иерусалим Сушбатинский. Она посвящена Акиму Волынзеку. Ну, он был страшно интересный иерусалим. Викторийский критик. Ну, как бы работал, он начинал работать вместе с Прелешковским. Ну, и вот вместе с Прелешковским им удалось как бы место изменить, сильно изменить представление о том, что такое литература в Иерусалиме. А Волынзеку очень мало знали. Да, вот он когда-то там, в начале 90-х, Долгофский или Шкурский, что-то такое делал, сдавал в Северном Весене. И это все. А вот это в него гораздо более, ну, как бы, я про Жокову читаю. Свойный был. Не Жокову читаю. Называется «Ключи счастья». Ацитата из Гербинской. Алексей Толстой и литературный петюр. Но, пожалуй, не меньшая доля времени была отдана проблемам их кафедры и вообще современной русистики. Я хочу напомнить, что когда эта кафедра возникла, ее создавали с одной стороны энтузиасты русской литературы, таким Глиан Гойбер, абсолютный, благороднейший фанатик русской культуры, переводился Ахматова и Блота, человек, который обожал на настоящую русскую культуру, и пытался их, всячески, днестили до изобретения. Иссия была одним из многих тогда страстных адектов этой культуры, об этом, собственно, знают гораздо лучше, как Гликсунов, переводчик идеи из Гойбер. Но были другие факторы, среди которых немалую роль сыграли политические резоны, более-менее нелепого и, отчасти, прагностичного свойства. Что я имею в виду? Вообще говоря, на Западе, как раз у меня вопрос такой, кафедры русской литературы с прошлым рядом создавались на инерции, идущие от ЦРУ от ЦРИ. Что это значит? Нужно готовить кадры, отработавшихся в СССР, и мы хотим узнать язык. Когда учат язык, естественно, помнят изучать историю, а потом не добавляется русская литература, без которой немысленно изучение, изучение России. Еженедельная рубрика «Семь дней Тары». Глава «Шлах». После выяснения уровня пророчества Муше в предыдущей главе Тура приходит к выяснению особенностей, выделенности территории Израиля, земли Израиля, страны Израиля. Муше посылает разведчиков с целью выяснить, какова особенность земли, каковы города, каковы населяющие ее кнанейцы. Надо сказать, что с точки зрения Муше разведка, видимо, имела чисто тактическое значение. Муше не ставил перед разведчиками вопрос, входить ли в Эрацканан или не входить. Ведь для этого мы вышли из Египта. Речь шла только о том, как входить, какие особенности есть у тех городов, которые мы собираемся брать и штурмовать. Но разведчики, которых послал Муше, видимо, заранее решили, по крайней мере, большинство из них, что входить в Эрацканан не надо. И вот здесь встает вопрос, который нуждается в глубоком выяснении. Как могли люди, которые при жизни Муше считались главами Израиля, великими мужами, как могли 10 из 12 разведчиков глав Израиля сказать, что не надо входить в страну Кнаан, в Эрацканан, ради входа, в которую мы и вышли из Египта? Как они могли поставить такой вопрос, который лишает смысла вообще весь выход из Египта и все существование народа Израиля? Надо сказать, что вопрос этот весьма непростой. Вполне возможно, что намерение этих разведчиков было весьма позитивным. Они, видимо, думали, что не пришло еще время входить в Эрацканан. Вообще отрицательная необходимость такого входа они не могли. Видимо, они считали, что народ еще не готов к встрече с невероятными помощи природными силами Эрацисраиля. Мы войдем туда, думали они, и народ развратится. Ведь существование в пустыне, оно удобное, мягкое. Никаких политических проблем, никаких экономических проблем, никаких проблем со здоровьем, вода, ман, все хорошо. Непосредственное присутствие Всевышнего все время. Муше учат на сторе. Никаких окружающих народов, никакой политики. И поэтому существование в таком вакууме представлялось им приемлемым и, может быть, даже еще не исчерпанным. С точки зрения Всевышнего Муше это было уже не так. Но разведчики, вполне возможно, из самых добрых соображений решили оставить народ Израиля еще на поколение, по крайней мере, минимум, в пустыне. Чего же они боялись? Они боялись встречи с реальной жизнью. В том-то все и дело, что они не поняли не только сущности народа Израиля, но и сущности Тора Израиля. Тора Израиля представлялась им некой религией, религии мистиков-одиночек, которые бродят по пустыне и занимаются своей духовной жизнью. Но Тора Израиля это национальная конституция народа Всевышнего, которая призма построит общество-пример в центре заселенной людьми жизни, в центре заселенной людьми земли. Земля Израиля называется населенной, заселенной. Мы идем туда для того, чтобы создать общество, которое может показать пример моральной, национальной жизни. Этого они боялись, в это они не верили. То есть, они решили остаться в пустыне. Надо сказать, что это напоминает нам религию, которая создана в пустыне и до сих пор не смогла из нее ментально выйти. Это ислам. Ислам родился в пустыне и оставляет человека ментально в пустыне. Никаких идеалов построения позитивного общества или культуры там нет. Но ведь Тора Израиля это не ислам. Тора Израиля предназначена для реальной жизни, для политики, для экономики, для культуры, для искусства, для личной жизни, для спорта. Все это мы несем в Эра Цесраиль. Все это мы должны создать в Эра Цесраиль. Вот это разведчики не поняли и к сожалению удалось совратить все то поколение и оно осталось в пустыне еще на 40 лет. Невероятная трагедия, катастрофа, когда ты думаешь о том, что произошло в 20 веке по вине тех глав религиозных общин, которые не дали или не хотели дать возможность евреям своих мест приехать в Эра Цесраиль вовремен, ты начинаешь думать о катастрофических последствиях такой голутной идеологии, которая полностью противоречит теории Израиля. В конце этой главы мы видим заповедь Цицит. Спрашивается, какая связь между Цицит и преступлением, предательством разведчиков. А связь на самом деле прямая. Ведь путешествие разведчиков называется разведывать, латурные вреди. А их поведение, предательство Эра Цесраиль Всевышний называет знут, разврат. В заповеди Цицит написано, если будете смотреть на эту голубую нить, то не будете развратничать за вашими глазами и не будете делать то, что делали разведчики. Знут разврат. Мы видим с вами, что здесь есть исправление. И поэтому не даром народ Израиля в наше время, сто лет назад, решив вернуться в Эра Цесраиль, решил выбрать своим национальным флагом именно бело-голубой, который является прямым продолжением этой Митсвы, Митсвы Цицит. Ведь действительно, сегодня в Эра Цесраиль мы видим, что возродился этот цвет, нашли этого моллюска, краска эта существует, и Цицит в полном цвете сегодня распространяется. Поэтому сегодня, возвращаясь в Эра Цесраиль и возрождая нашу национальную жизнь и внедряя Тору в эту жизнь, мы исправляем преступление и предательство разведчиков, которое столь драматично оказало влияние на всю нашу историю. И до сегодняшнего дня мы исправляем их предательство. Шаба-чала. 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 Шаба-чала.